Ребятки, за шум извиняюсь, дико. Народ есть народ, детей много. Так, пицца, овощи, аджичка, дуже вкусно. Мух гонять надо. Это маринованные помидорчики, огурчики. Нарезочка от бельнея. Это салат с печенью и с яблоком. Ещё не пробовала. Готовила, но не пробовала. Бутербродики, оливьешечки. Зиненькие, колодец, картошечка. Салат вот этот вот обалденный, вкусненный. Здесь селёдочки, но никак нельзя. Оливьешечки и так далее. И так далее. У-у-у, Николя, Николя. Всё, банкет начинается. Народ собрался. Народ собрался. Народ собрался. Всё, ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита. Завидовать не надо. Подтягивайтесь, угостим всех. Шучу, ребятки. Всё шутки. Ах, здорово. Ну, а здесь своя кухня. А затем ещё будет зеркальный огромный короб с большими кусочками на решётке. На этом всё. Ну, а торт покажу чуть-чуть попозже. Доброе утречко всем, ребята. Я снова на прогулку пошла по селу. Значит, по поводу вчерашнего. Вчера так и не удалось. Знаете, как в том анекдоте. Так и не удалось послушать нам начальника третьей колонны. Или там кого. Короче, не в этом дело. Значит, знаете, когда сидишь за столом, выносят торт, начинают его резать. Но как-то не скажу же я людям, а ну тихо все, я буду снимать тортик. А в холодильнике он стоял. Тоже неловко было снимать торт. Делают тут на месте. Значит, ну опять-таки родственники. Всё тут нормально. И торт очень вкусный. Там и персик, там и малина, там и белое суфле такое, как подкиевский. Ну, короче, ветер дует, я буду лохматухой. Торт очень вкусный, хороший. Но, вы же знаете, я не особо по-сладким. Так, пригубила. Витя большую часть доел, кофейку попили. Сидели за столом. Ну, что, общение, общение. Все встретились. И сваты светлые, и мы, и мой племянник, получается, моего двоюродного брата, сыночек. Толя тоже поздно приехал, потому что много работы сейчас в селе, сами понимаете. Уборка, уборка идёт. Поэтому долго мы его ждали, но всё было оставлено. И рыба обалденная, этот зеркальный короб на костре, на сетке. Ну, это же, конечно, что-то. Но единственное, что его нельзя кушать горячим, потому что рыба жирная, горячая. Очень серьёзная вещь. Вот, и поели с удовольствием. И рыбки, и шашлычка, и наелись, и салаты. Салат интересный был. Значит, куриная печень слегка-слегка поджарена, но в муке. Вот, а до того, на этой же сковородочке мы сделали, значит, яблочки за... Как их... Ну, в общем, мы сделали такую сахарную... Тьфу, карамелизированную, конечно. Закарамелизировали крупным куском кубики яблока на сливочном масле. На этом остатке, из где остался немножечко сока и от яблочек такого аромата, значит, туда же эту печень подсолили, подперчили. Слегка обжарили куриную, мелким, таким, крупным кубиком, как и яблоко, идентичные друг другу. Тоже покрошили, поджарили потом, сделали заправку. Ну, как всегда, соевый соус, дижонская горчичка, много-много рваной зелени, плюс базилик. Вот, и, значит, получился такой салатик. Майонеза там нет. Пошел на ура. Потом оливье. Потом просто салатик с маслинками, с брынзочкой. Ну, вот такой, типа, как греческого. С перцем болгарским и помидоркой, и огурцом. Вот, картошечка, пюре, как всегда. Потом, что еще? Отбивные я нажарила. Такие они прямо, ну, вы видели, все на столе я показывала. Значит, вроде глазами видишь, все вкусно, все такое. Вот, ну, сколько человеку надо. По кусочку того-того-того всего. Главное попробовать. Вот, ну, и все, и понаедались. Потом я понимаю, что так как мы очень мало спали, вот, я уже скажу, все, ребятки, я ушла. Батарейки подсели. И мы с Витей пошли пораньше, легли спать. Ну, а молодежь, понятное дело, еще сидела. Не кричи, не кричи, маленькая собачка кричит. Ну, и все, ребят. Посуда перемыта, все по местам поставлено. А сейчас варится уха из головы того же короба зеркального. И хребет форели я привезла, такой замороженный. Но он такой, брусочками его сейчас порционными разрежем. И будет обалденное ухо. Муж Светын поехал тоже по делам на поля. Вот, и Катюшка с мужем тоже уехали. Все по делам, короче. У нас в доме пустота, я до Света, собаки до коты, свинки до Катечки. Купили молочку. Все, закупили творог, молоко, сливку и яйца. За яйцами, наверное, заедем. Вот, яйца. Ну, короче, цены очень, ребят, хорошие. Очень хорошие. Творог. Творог по 60, сливка по 70, яйцо по 35, молоко, по-моему, по 15. Доброе утро. И поэтому ради этого сюда я приезжаю не только ради, скажем так, купить молочку. Понятно, пообщаться сначала. Ну, а затем и это дело, потому что, если есть сливка в холодильнике, то это всегда у нас стоит много сметаны. А творог Данька любит. Юля предложила. Она говорит, мам, не надо, мы не молочные. Это все не нужно и не нужно. Мое дело спросить. А Данька сырнички только так наяривает. Вот, поэтому Даня будет с творогом. Вот. Ну, и пообедаем и поедем домой, ребят. Спали, как младенцы. Хорошо, конечно. Ну, потому что, ну, трошки наморылый. Знаете, я к... Поздно легли, рано встали. То есть, а работу, считайте, мы со Светой сделали вдвоем, потому что дела. Тут очень много дел сейчас, сами понимаете. Если земля есть земля, она требует физических вмешательств. Все. Так что, значит, что еще, что еще. Винограду немножко нарвем покушать, чисто покушать. Вот. А на обратном пути все-таки попытаюсь найти уже не двоюродного, а родного племянника. Это сын, сын, сестры. Как найти? Я просто не знаю, знаю название места, где он работает, но не знаю, как туда попасть. Ну, язык до Киева доведет. Когда мы сюда ехали, уже как-то немного я была расстроена, что мы не нашли это озеро. Вот. Песчаное. И как-то так думаю, ведь... Ну, если мы сейчас еще будем блукать, искать племянника, то и время теряем, и усталость, и переживала, потому что селедка в этом самом, в кофре. Думаю, жара такая, чтобы не дай бог она. Но хотя она лежала рядом с ледяной рыбой. Вот. Значит, маленькие такое отхождение от говорящей Елены. Кому, ребята, не хочется слушать, как вы говорите, бла-бла-бла и ни о чем, я вас прошу, просто не смотрите и все. А говорите это в эфир. Я думаю, ну, не совсем. Если вам от этого легче, вот, то, ну, я не думаю, что это умная вещь, то, что вы написали. Ну, вот так. Это моя просьбочка. Вот. Ну, а вам всем огромный привет из села. Хорошо здесь, легко здесь. И, опять-таки, ощущение детства. Я здесь нахожусь, как будто бы мне все те же нацать лет. Они, они сегодняшнее время. Ну, да, действительно, воспоминаниями себя сам, знаете, как волна, волна такая, наполняет тебя вот этими эмоциями, эмоциями детства, радости, когда есть мама-папа рядом, когда ты, козявочка, которую накормят, напоют, помоют, спать уложат. Ну, а здесь немножко по-другому, но я здесь как-то сделаю, делаю все с большим удовольствием, как дома, помогаю, чем могу. И я так думаю, мои руки тут очень не помешают, потому что, когда собираешь такое количество народа, сами понимаете, сколько работы. То нарежь, то нажарь, то поперемен... Ну, что ли вам рассказывать? Когда, если я дома готовлю на четыре человека, копошусь, как летаю там, как... Вот, а здесь такое большое количество народу нужна помощь, что я делаю с большим удовольствием, потому что Света поступила ровно так же, как и я, потому что, ну, церодняцы, близкие люди, церодные люди, и нам хорошо здесь. Так, сейчас смонтирую, ребята, ну, а потом уже что-то там может быть в дороге, ну, и уже повстречаемся дома, ну, а дома есть дома, дома Степа, и он ждет. Я тоже очень жду. Ну, ничего еще. Где-то, может, в районе часа будем выезжать домой. Пока!